В этом выпуске вы узнаете, где в Москве можно позаниматься тайским боксом с тренером, который сам родом из Таиланда. Это клуб называется Паяо Муай-Тай, адрес Космодемьянская 4042 метро Павелецкая. Вроде вторая дверь налево, он сказал. Знаете, на самом деле нам очень повезло, что вот этот наш первый выпуск прошел как раз именно в этом клубе, где вот тренер, то есть Таец, потому что мы на самом деле не то чтобы случайно туда попали, но этот клуб, он совсем не распиаренный, то есть мы его нашли где-то там на третьей, четвертой странице Яндекса, потому что те клубы, которые такие разрекламированные, то есть они там вверху поиска по тайскому боксу, но они как-то не горели желанием были нас принять. Паяо Муай-Тай, да, Паяо Муай-Тай, да, Паяо Муай-Тай. Паяо провел 250 боев, участвовал в 250 годах, 7 лет назад вы начали, да? Да, начали. На протяжении 7 лет. Мой папа, мой папа, я понял Мой Тай, 7 лет, начали бороться. А, когда вы были 7 лет, да? Да, бороться. Нет, не 7 лет, а 7 лет, когда было появление 7 лет, значит... How old are you now? Сколько вам сейчас? 41. 41, вот, это сколько получается? 42. У нас такая концепция на YouTube-канале, что, в общем, нужно 10 тысяч часов заниматься человеком для того, чтобы какой-то навык стал автоматическим. Вот я хочу спросить Паяо, то есть, что он думает на эту тему, и сколько, то есть, нужно часов конкретно для тайского бокса, для занятий, чтобы он стал автоматическим. И сколько у Паяо, примерно, этот стаж? Well... 42, I think, 4 hours, morning to evening to... Да. Два часа утром, два часа днем? And how many days, how many years do you need to be skilled in Mlai Tai? Well, how long do you should do this? How many years? 5. 5 years. 5 years, yes? ž 10.000. 10.000. 10.000. I understand, yes. Approximately... 10,000. Yes, 10.000 a day. 10.000 a day. 10.000 a day. Поговорили с Паяо, и Паяо решил немножко со мной позаниматься до того, как придут другие ребята. Продолжение следует... 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 Работа с зеркалом это очень важная часть тренировок. То есть, насколько я знаю, в классическом боксе человек, когда начинает заниматься, он первые полгода проводит только у зеркала. Продолжение следует... Паяо показал нам все удары из тайского бокса. И даже перечислил их все по названиям на тайском языке. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Один из учеников Паяо это Арген Алибеков, боец, который выступает в Таиланде по тайскому боксу. Паяо показал нам даже видео его боя. С Акимом Паяо везет в Бангкок выступать, тренироваться. После работы перед зеркалом начались отработки ударов в парах. Продолжение следует... ШАРС ЛОП ШАРС БАМ БАТОН НАКОЙ БАМ БАТОН ШАР ИСЁ НАКОЙ БАНА ЖЕЛО БАМ 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 БОМ Сейчас увидим, как работает аргент по падам. Все, память закончилась. И все, это длилось целых 3 минуты. А мы дальше тренировались в парах и удары и комбинации становились все сложнее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще Москва в Великобритании Здесь Симмеку Миснехам ТВ Мишнехам Мишнехам? Да Казан Миснехам Симм Казан ТВ Как звать? Да, мы были в Сумнаде. Сумнад. Понимаешь? Сумнад. А, Сумнад. То есть здесь был Сумнад. Да. Приезжали в Казань? Да. Таиланд. 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 Затем начались спарринги. Считается, что спарринги это такое рубилово мочилово жесть в общем. но на самом деле спарринги нужны для того чтобы отработать те удары комбинации приемы вот которые были на тренировке до этого то есть ну по сути вот так мы и делали конечно и без рубилова тоже не обошлось отходи отходи оттуда не стою отходи уходи оттуда не стоять отходи оттуда конечно неприятно было получить ногой по лицу но тем не менее травм у меня никаких не было там чуть-чуть один день может быть поболел голеностоп из-за сильных ударов по лапам боковым ударом ногой но опять же повторюсь за день все прошло там может быть даже был какой-то синяк но еле видим и это может быть его и не было мне просто показалось тем не менее все равно лучше экипироваться то есть надевать например шлем бандаж на пах и так далее кстати в тайском боксе еще особое внимание уделяет клинчу то есть в клинче можно там например повалить там или локтем но и не локтем а коленом врезать ну и конечно же не обошлось без офф.п. мы покачали пресс а пресс это основная мышца которая вот нужна в ударных единоборствах также у нас есть еще два стандартных вопроса в концепции fight поиск да это первое вообще для кого вот то ли иное боевое искусство или единоборство нужно да то есть зачем вообще какому человеку нужно но вот там приходить на там например тайский бокс там или карате так далее и второй вопрос это обязательный такой для тренеров это чем вот именно данная секция там тайского бокса отличается от других секций тайского бокса ну из-за языкового барьера мы спаял не очень поняли друг другу он не понял моих вопросов да ну и наверное даже мне кажется если бы мы разговаривали с ним на одном языке наверное первый вопрос то есть но для кого муай тай да тайский бокс наверное он бы не понял ну потому что человек занимается с 7 лет тайским боксом да ему сейчас 41 там более 30 лет и наверное ну он просто не понимает да то есть ну вот он всю жизнь занимался тайским боксом да он не может себе представить но какой человек может им не заниматься да ну а вот касательно там чем это секса отличается от других секс и ну тут наверное я сам могу ответить тем что тренер наверно таец то есть москве я думаю таких мало на этом все спасибо что досмотрели этот выпуск ставьте лайки пишите в комментариях как вам понравился данный выпуск и также подписывайтесь те кто еще не подписан на канал файт поиск всем спасибо до новых встреч занимайтесь спортом